Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Завтра в Ташкенте переговоры лидеров двух стран пройдут в узком и расширенном составах. Переговорная программа насыщена. Ожидается, что основное внимание будет уделяться наращиванию торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники. Сразу из аэропорта кортеж белорусского лидера направился на площадь Мустакилик, в переводе площадь Независимости. Это обязательное место посещения всех официальных делегаций. Теперь у подножия монумента корзина цветов от президента Беларуси. И еще одна символичная часть программы визита. Александр Лукашенко почтил память бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В Ташкенте в его честь открыли памятник. Основные же мероприятия состоятся завтра. В центре внимания лидеров будет и взаимодействие по целому ряду направлений. От промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь также пойдет о развитии регионального сотрудничества, как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. А по итогам переговоров подпишут пакет двусторонних документов. В прошлом году товарооборот между странами вырос более чем в два раза. По сравнению с предыдущим составил около 137 миллионов долларов. Тенденция роста сохраняется. За шесть месяцев 2018-го Беларусь и Узбекистан уже наторговали на 100 миллионов. Основа нашего экспорта – тракторы, тягачи, комплектующие к различным машинам. В обратном направлении в основном поставляются фрукты, хлопчатобумажная пряжа, трикотаж. Мы пришли именно сюда для того, чтобы и создавать рабочие места, участвовать в экономике Республики Узбекистан, но и тем самым от этого иметь и подъем экономики Республики Беларусь. Сегодня в Ташкенте начал работу совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран. По предварительным оценкам общий портфель контрактов может составить 100 миллионов долларов. Уже подписано около полусотни документов. Известно, что на этой площадке Минский тракторный завод заключил контракты на 15 миллионов долларов. Также завод обсуждает с местными партнерами создание сборочного производства гусеничной техники. К слову, в Узбекистане уже действуют три сборочных производства белорусской техники, два из которых с участием белорусского капитала. С узбекской стороны огромный интерес. Надо сказать, что еще несколько недель назад большой десант узбекского бизнеса побывал в Белоруссии. В наших областных центрах, на предприятиях подготовили очень такой солидный наш портфель соглашений и контрактов на форуме. Это сумма около 100 миллионов. Это порядка 30 документов. Кооперационный блок станет еще более масштабным послезавтра. Более 150 белорусских предприятий в Ташкенте примут участие в выставке «Мэйд ин Беларусь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова